Львиная доля советов, что вы получаете от профессоров и тех, кто хочет, чтобы вы учились лучше, на том же ютубе, очень основные. Сиди ближе к доске, анализируй учебники, а не зубри дословно каждую главу, притащи кота на урок для снятия стресса и поздоровайся с дядями из животного приюта. Это все хоть и дожуть и полезно и здорово, но это основы. Но может вы как я, поехавший на деталях задрот. Когда дело идет к файтингам, я хочу знать каждую анимацию, каждый удар и комбо, а не играть по фану, в кавычках. В учебе все так же. Я хочу найти что-то продвинутое, способы, как на процесс, все то, о чем мне говорится в базе. Так вот, если вы так же, как и я, хотите что-то поинтереснее, то рад стараться. Сегодня я дам вам 8 продвинутых советов. Начнем. Первый совет – используйте технику Корсона, когда идете к профессору за помощью. Дэйл Корсон – восьмой президент университета Корнелла. Да, того самого, откуда вылетела система записей Корнелла. Он также преподавал там химию и утверждал, что студенты-химики и другие технарии должны серьезно работать, чтобы решать проблемы из учебника или сборника шаг за шагом. Но в какой-то момент самому это сделать не удастся, и придется просить помощи у профессора. И Дэйл Корсон хочет, чтобы вы перед походом к преподавателю остановились и спросили себя, что я не понимаю, конкретно что мне непонятно. И он хочет, чтобы вы не впадали в то состояние, где оказываются многие студенты, когда идут на кафедру и, активно жестикулируя, как он говорит, восклицают, «Я не понимаю, что передо мной. Очень сложно. Вообще не идет». Избегайте этого. Лучше разберите проблему на кусочки, и поймите, что конкретно не укладывается у вас в голове. Вот тут все понятно, здесь тоже. А вот тут руки уже трясутся, и я во фрустрации. Дальше тоже все просто. Если все это сделано, профессор будет впечатлен вашей подготовкой и усилиями, что вы приложили, так что плюсик вам обеспечен. Но немаловажно то, что вы учитесь выявлять путаницу и ее непосредственный источник. А это ой как поможет вывести учебу на новый уровень. Совет второй. Быстро запоминайте факты с техникой интервальных повторений. Это способ обучения, при котором интервалы между учебой становятся все больше и больше. Очень, кстати, эффективный метод. Он хитро эксплуатирует работу вашего мозга. В двух словах, это система, при которой, если вы знаете какой-то конкретный факт, он будет всплывать редко. Но если есть факты, что вам трудно запомнить, вы будете видеть их все чаще и чаще. Фишка в том, что наш мозг заставляет вспоминать информацию, заставляет вытащить ее из окромов как можно ближе к тому моменту, когда он готов ее забыть. Так мозг делает все возможное, чтобы ее вспомнить. Поэтому лучше ее запоминает, и тем самым вы учитесь куда быстрее. Лучше всего для этих целей подойдут ПИПы, приложения для интервальных повторений, которые сделают и посчитают все сами. Когда я учил японский, который, кстати, скоро начну учить опять, то использовал Вани Кани. Оно очень-очень помогло мне выучить сотни канзи и других японских слов. Но есть бесплатная и упрощенная версия, Anki, которая есть на anki.srs.net. Там можно создать свои карточки по темам, которые хотите изучить с помощью ПИПов, а можно найти заготовленные наборы других людей. Очень советую поглазеть. Думаю, сам акт создания набора карточек весьма полезен. Но метод интервальных повторений почти всегда эффективнее, чем обычные карточки для запоминания. Совет номер три. Двигаемся чуть глубже. Попробуйте метод Локи для запоминания. Он уходит корнями в греческие и римские времена и является собой технику запоминания, которую многие использовали долгое время. Он хорошо задействует способность вашего мозга запоминать пространственную информацию. Так что вся соль в визуализации. Классический метод – ассоциировать разную информацию, что хотите запомнить, с разными комнатами в доме. Вот пример. Это Канди, король в японском. И произношение его – О. Согласитесь, как-то простовато. К мнемонике такое не подмажешь. А жаль, потому что с помощью мнемоники можно «Ой, как хорошо учить Канди». Что, если мне нужно использовать метод Локи на этом Канди, как и на многих других? Итак, на чем сидит король? На троне. Или на горшке. И да, я не прочь бросаться шутками из детсада. А что мы говорим, когда нюхаем горшок? Оооо. Да, со мной прокатывает. Еще этот Канди похож на вешалку для полотенец, а значит, можно поместить короля в ванную. И если я хочу извлечь из этого максимум пользы, то пойду туда развешивать карточки, а потом буду ходить по дому и запоминать их. Но метод Локи достаточно трудно использовать. Он слишком продвинут, и обычно пипы или мнемоника куда эффективнее, если информации не так много. Но если ее просто куча и ничего больше не работает, то можете дать Локи шанс. Совет 4. Борьба с акрасией. Акрасия – термин, о котором писали веками и который связан с Платоном. В двух словах – отсутствие контроля над собой. Есть еще более сложный термин – пикоэкономика, который говорит об обесценивании приоритетов. Вкратце, мы снижаем ценность задания, когда откладываем его и отодвигаем награду в будущее. Еще проще. Мы прокрастинируем и делаем вещи, которые не относятся к нашим целям, вместо того, чтобы делать что-то нужное, потому что награда будет нескоро. Избежать акрасии и не стать ее жертвой можно двумя путями. Первый – обижите себя сделать задание к определенному времени. Я делаю это с помощью бимайндера, о котором говорил раньше. Я его просто обожаю. Он помог мне постить по три вещи в неделю, причем достаточно долго. Вот на этом графике видно, что я публикуюсь намного чаще, чем раньше. В основном из-за того, что использую прием для создания обязательств. Второй путь избежать акрасии – ввести маленькие награды за выполнение заданий. Наверное, вы уже видели, как кто-то кладет конфеты или мармеладных мишек на абзацы учебника и по мере чтения съедает их. Но вообще можно делать что угодно. После сделанного задания можно посмотреть серию «Игры престолов». Или использовать хоббитику и давать себе дополнительный опыт за каждую прочтенную главу. Просто убедитесь, что награда не так далеко, чтобы вызывать акрасию. Совет номер пять – улучшайте технику помодоро. Может, вы о ней уже слышали, все об этом говорят, но вдруг это прошло мимо вас. Это техника, где вы ставите таймер на 25 минут и работаете над одним заданием в течение всего этого времени. Многие так уже делают, и все это жутко полезно. Но все же есть нюансы, которые не все замечают. Сейчас я их по полочкам разложу. Номер один. Я уже говорил о том, что фанат Бимайндера. У них также есть блог, где много всего полезного и интересного. Там они говорят о такой вещи, как ток. Это, по сути, тот же помодоро, но там используется 45 минут с 15-минутным перерывом, заместо классической структуры 25,5. Так что экспериментируйте с временными интервалами. Не думайте, что 25 минут единственный возможный интервал, который работает. Ищите то, что подходит вам. Второй. Положите рядом с собой лист бумаги во время очередной сессии. И каждый раз, когда вас что-то отвлекает, звонок или желание залезть в Facebook, записывайте это. Вы убьете сразу двух зайцев. Раз, вы вспомните, что вас отвлекло, и если это было что-то срочно, то можно решить это во время перерыва. И два, если вы занимаетесь помодоро достаточно долго, то увидите, что отвлекает вас чаще всего. И можете это предотвратить. Если это телефон, то ставьте его на беззвучный режим. Если это сайт, на который очень хочется залезть, и который не отпускает, можете установить плагин для хрома, чтобы заблочить его на время сессии. Весьма полезно. Совет шестой. Во время изучения используйте сфокусированное и рассеянное мышление. Этот концепт я стянул из книги «Думай как математик». И взгляните на этого парня. Магнуса Карлсона. Это действующий чемпион мира по шахматам. А в 2004, когда ему было всего 13, он сыграл с Гарри Каспаровым, который считался лучшим шахматистом лет 20 назад. И вообще считался круче всех, кто жил когда-либо. Так вот, он сыграл с Гарри в ничью, и смотрите, что он делает во время игры. Он гуляет по залу, смотрит на другие столы, и, как выявила автор этой книги, использует рассеянное мышление. Сфокусированное мышление использует префронтальную кору, фокусируясь на одной проблеме и одном наборе данных, концентрируется только на этом. Но в то же время не задействует другие части мозга. А разные идеи, которые приходят из разных уголков мозга и соединяют совершенно разные кусочки совершенно иными способами, рассеянное мышление. Так что, если изучаете что-то новое, используйте рассеянное мышление, чтобы понять это и связать с другими отделами мозга. Если просто фокусироваться на проблеме и не делать ничего больше, будет куда сложнее эту проблему решить. Сфокусированное мышление подходит для того, что вы уже понимаете, для того, что раньше уже проходили. Вот почему так хорошо комбинировать два этих метода. Совет седьмой, и я уже о нем говорил, подстраивайте уроки под себя, а в особенности подстраивайте скорость, с которой профессор подает материал, и скорость собственного восприятия. Если профессор говорит слишком быстро, и трудно понять, о чем он, может он слишком быстро пишет, или скачет по темам так быстро, что вы не успеваете их обработать у себя в голове, то лучше будет эту проблему решить. Например, можно читать главу перед лекцией. Если у вас есть какие-то материалы того, что будет в лекции, посмотрите их, и как бы подготовьте свой мозг к ней. Другой совет, который я мог бы дать, но просто невозможно переоценить. Просто попросите помощи у профессора, или задавайте вопросы посреди лекции. Профессора работают, чтобы помочь вам, так что пользуйтесь этим. Мой восьмой и последний совет, делайте задания в одиночку. На втором курсе у меня была статистика и партнерша по ней, которая приходила ко мне в общагу каждый раз, когда у нас было ДЗ, и мы делали его вместе. Сейчас я понимаю, что это не лучшая стратегия. В итоге у меня все равно были неплохие оценки, но еще раз бы я этого не сделал. Когда вы делаете что-то с партнером, то крадете у себя возможность выявить проблемы в своих знаниях. Ведь если два человека принимаются за одну проблему в одно время, то один может разложить все по полочкам, а другой только приблизительно понять, что, куда и как. Так что, если вы не понимаете задание, или даже один маленький кусочек, а партнер рулит всем, то вы пристроитесь к его решению. Скажете, «Да, вроде понятно», и двинетесь дальше. Но если сделаете это один, то сможете увидеть свои пробелы и закрыть их перед тем, как работать в группе. Вот все восемь продвинутых советов. Знаю, это видео длиннее обычного, но если у вас есть вопросы к нему или другим, то обязательно пишите в комментариях внизу. Увидимся в следующем видео. Привет, спасибо за просмотр видео о продвинутых советах. Если хочешь больше таких советов о том, как лучше учиться, то вкладывай на вот эту большую красную кнопку «Подписаться», чтобы получать видео каждую неделю. Если хочешь ссылку на блог, где есть все ссылки и исследования всего, о чем я говорил в видео, нажимай на «Оранжевое лого». Если пропустил прошлое видео, вот оно, сейчас играя справа. А если хочешь улучшить оценки, я написал книгу больше, чем на 100 страниц о том, как получать отличные оценки и при этом меньше учиться и готов отдать ее за даром. Так что, если хочешь ее получить, кликай на картинку вот тут. Наконец, если хочешь связаться со мной, задать вопрос или предложить идеи для новых видео, ищи меня в Твиттере, как Том Фрэнкли, или оставляй комментарий прямо здесь. Я обязательно тебе отвечу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...